Привет всем! Мы на курорте Соль-Илецк. Место знаменитое своим озером и колонии. Вот это соленое озеро. Озеро второй степени солености. Если вы видите людей вон там, они реально просто лежат на воде. Дальше вот видим вдалеке вон там предприятие, производящее соль. Называется Руссоль, потому что здесь соль везде. Здесь соль. Здесь, как видите, пресное озеро, где можно эту соль смыть. Здесь засаливаетесь, здесь смываете. Вот такого состояния, что это белый налет, это соль. Да, вот тут тифы ходят, оглядываются, что это я такое делаю, снимаю селфи. В общем, как бы денежку берут за вход. Здесь есть всяческие удобства. Есть тут катамараны, массажи. Кукурузу вам приложат, как в курортах Краснодарского края. Всяческие там кремлетки, пиво и так далее. Отдых немного диковатый. Апартаменты предлагают жилье всем желающим. Ну вот, смотрите. Говорят, что это озеро целебное. Вот эта соль у меня на руках. Я не знаю. Может быть что-то не вылечит. Вот расположение озер. Карта и натура. Что, куда, все видно. Вон там руссоль. Самое большое озеро и самое, как видите, населенное. Курорту Солилецк. Сейчас покажу вам. Самое прикольное. И знаете, что здесь самое прикольное? Сейчас я вам покажу. Дети строят замок в обычных местах из песка. Здесь. Здесь. Здесь это соль. Просто вот достаете. Видите? Это не песок, а соль. Курорту Солилецк. Курорту Солилецк. Девочки, отойдите. О-о-о-о. О-о-о-о. Соль, ты, ваша. А-а-а-а. Соль, ты, ты. Соль, ты. Соль, ты. Соль. Кстати, вот интересное наблюдение На всей территории Сколько вот Зонтиков всяческих Всякой хрени Карусели, развлечения Нет ни одного турника И ни одних брусьев Вообще То есть Ну Как бы русские позиционируют себя Как сильную нацию Гремят там оружием Всем Таким прочим А всех остальных плохими Слабыми нациями А на самом деле что сказать Потому что русские это слабая нация Потому что нет Спортивных сооружений Нет элементарных спортивных уголков Шведской стенки И чего-либо еще Слабые, слабые, пузатые люди Обрюзгшие к 30 годам Уже физически ничего из себя Не представляющими И не могущими Жалко, жалко В Бразилии На каждом из этих вот сооружений Были бы обязательно кирмички и брусь В России нет Это шляпа не в джезве Это соль Солилецка Засохла соль Курорта Солилецка Короче, чуваки Покажу вам типичный номер Солилецкой гостиницы Гостиницы Солилецка суровые Но в них есть вот такие картины Ну что здесь есть Трехместный номер Раз кровать Два кровать Столик Тумбочка Телевизор Который я не смотрю Потому что по телевизору Показывают одно говно И жвачку для животных Так, ну что Холодильничек Кондиционер есть Что радует Старый Олдовый Адский Скрипучий Шкаф Холодильничек Ну что в холодильнике у нас В холодильнике у нас Наши Отецкий гусь Самое главное Что должно быть На отдыхе Значит Вот надпись Уважаемые отдыхающие Выезд До 12 часов Местного времени Санузел Такой типа Душ Комбинированный С туалетом Душ просто В виде дырки Здесь вот кран Сразу скажу Что холодный кран Открывается Очень интересно Пока открываешь Вода нет Потом вода есть Сразу Но Дополную Капюшку Горячий Немного Получше работает Резетка Не работает Поэтому Бабам Сушить волосы Вот Глядя в зеркало Не получится Значит Ну Окошечко Маленькое Это видимо Для вентиляции Чтоб подглядывать Ну Туалет Туалет Работает Значит Мусорное ведро И вот Туалетная бумага Такой крепеж Для нее Видимо Предусматривает Именно вот Такой Маленький Вот этот Вулончик Который я Сразу Не нашел Ну Вот такой номер Я не знаю Сколько здесь метров Три на три Или четыре на четыре В общем Ну Здесь есть кондиционер Здесь есть Посрать и помыться И поспать В общем-то Это все Что вы можете Требовать От солейских гостиниц Это примерно Как в краснодарском краю Сейчас Ну Такая Колхозный вариант Есть конечно Хорошие отели Где отдыхает Уважаемый Дэн Скар Вот Там наверное Все круто Кстати Он не делал Подробного отзыва Про гостиницу Леха Сделай отзыв Я вот сделал Про Солилецк Повторяю Что Солилецк Он славится На всю Россию Тем что здесь Находится Колония Строгого режима Черный дельфин Где сидят В основном Убийцы Значит Рецидивисты И сидят они В основном Пожизненно То есть Пока не сдохнут Как Салман Рудуев Вот В общем-то Еще здесь есть Солидобывающий Комбинат Россоль Как я вот Снимал В предыдущем Видео Который Добывает Соль И собственно И купаемся Мы в соли Значит Местные люди Безбожно Врут Насчет того Что От отеля До Озер Все говорят Что у них 15 минут Практически Каждый Человек Который Сдает Жилье В Соль Лес Он говорит Что 15 минут По факту Вот Если вы Знаете Дорогу И очень Быстро Идете От этого Отеля Значит Который Находится На пригородной 37 Где мы Сейчас Находимся Очень Быстрой Ходьбой Зная Дорогу Это Примерно Полчаса Если вы С детьми С колясками Ну Дорогу Не знаете Как вот Сегодня Вы первый раз Шли То Разумеется Больше Короче Вот Солилецк Сурово Промзона Промзона Вот Железнодорожные Пути Мы Идем Куда-то В поисках Озера Здесь Железная Дорога Здесь Какие-то Поезда Там Зона Блять Мы Ищем Полуразрушенные Ангары Какие-то Отвалы Земли Камней Старых Бетонных Плит Это Мы Идем Сейчас Нам Сказали 15 Минут До Пляжа Жилье Мы Идем Уже Полчаса И Вот Мы Дошли Соль Елецк Соль Курорт Интересные ощущения На руках Соль Соленая Рука Ну Вылазь Я Сейчас Поплаваю Рука Соленая Леша Пошел Купаться Давай Почувствуйте Себя Какашкой Не Утоните В Воде Не Не Естественные Отчущения Хочешь Утонуть А Не Получается Бабушки 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 Вот такие В книжном В городе Соль Ацк Вот У меня Все В соль Адской Пустоши Пустоши Беспощадны Ко всем В общем Едем Проехали Кумертау Замечательный Город Потому что Там есть Замечательное Озеро Сольное Тоже Очень Красивое Попали В бурю Успели Запечатлеть Хорошие виды Вот И сейчас Немного Расскажу О Мини Гостинице О которой Я уже Упоминал По адресу Город Соль-Лецк Улица Пригородная 37 Гостиница Такая Обычная Которую Можете Встретить В Анапе И На всем Собственной Юге Нашем Двухэтажная Вытянутая Вдоль Строение Пять номеров Сверху Пять номеров Снизу Вот Но Не знаю Как В других Гостиницах Но В этой Гостинице Нам Не повезло С хозяйкой Хозяйка Тутарка Как я понял Очень Вредная Баба Значит Мы не стали Сначала Спорить Там Ну не знаю Поднимать Бурю В стакане Когда Обнаружили Что резетка Не работает Пром Помолчи Пожалуйста Минутку Резетка Там не работала Туалетной бумаги Мыла Не было Но это еще Ладно Когда мы Начали Выезжать Из-за Туалетной Я Сдавая Задом На своей Машине Раздавил У нее Небольшой Такой Бордюр Который На земле Лежал На траве Он Сделан Из шифера Бордюр Из шифера Это может быть С кого-то Нормально Бордюр Из шифера Был раздавлен Он был В траве Машина Моя Была Большая С другой Сторон Стоял Ренот Дастер Который Не позволял Не притеревшись С него Проехать Кусочек Этого Шифера Я раздавил Хозяйка Подняла Бурю В стакане Сказала Что Вы тут У меня Все Порушили Давайте Делайте Когда я Сказал Давайте Шифер Я вам Сделаю Она Сказала Шифер Нет Хозяина Нет Дома Хозяин Уехал Такое Впечатление То есть Помимо Того Что Так Все Колхозно За Огромные Деньги Трехмерный Номер Стоит 1800 Трехместный Номер Стоит 1800 Сутки Ну И Не Все Как Говорится Идеально Но К тому Ж Еще И Вот Такие Вредные Хозяева Жадность Ну Что Еще Там Что Еще Было Детей Детей Хозяйка Сказала Что Не Любит Дети Должны Сидеть Спокойно На Попах Шевелиться Дети Должны Сидеть Молчать Хотя На Такие Курорты Все С Детьми Куча Детей Было Было У Нас Трое Еще Много Других Детей Так В общем Впечатления Позитивные Курорты Ну А если Вы Не Жилищная Проблема Да Еще Упомяну То Что Значит Врут Практически Все У кого Жилье Далеко Если Даже Нужно Будет Вам Час Идти До Озера Хозяйка Все Объявление Все Напишет Что 15 Минут Идти 15 Минут Бежать Да На машине Ехать 15 Минут Да Я Мог бы Размеренным Бегом Добежать За 15 Минут В принципе С детьми Минут 40 Но Если С детьми Да Ехать Ну Как С колясками Еще Тем более Да Еще Не знаю Дорогу С первого Раза Минимум Час Потом Когда Уже Маршрут Известит То Ну Не знаю Полчаса Это Если Дети Будут Бежать Вот Так Короче Все Что За Линии Все Лилецкие Брать Нельзя Смотрите То Что Через Линию Ближе К Озерам Либо Ездить На Машине Через Линию Ходить Либо Ездить На Машине А Насчет Машины Допустим У нас Вытянутый Был двор На Видео Вы Это Увидите Парковка Была Такая Что Ты Машину Заехал И Оставил И Она У Тебя Остается Заперта Другими Автомобилей Ты Не Можешь Выехать Поэтому Ты Вынужден Передвигаться Пешком Либо Значит Хозяин Тебя Может Свозить Но За Нескромную Плату Больше Чем Плату Таксиста Так что Выбирайте Место Где Будет Парковка Нормальная Мини Гостиница Переулок Рудный Рудничный И Улица Солевая Вот Это Место Они Наиболее Близки Зоне Отдыха И Вот Только Там Нужно Останавливаться В других Местах Требуйте Скидку Из-за Того Что Далеко Далеко Находится Нужно Ходить Пешком Либо Ездить На Машине Очень Далеко Так что Вот Так Все Это Кто Тут Сидит Ты Сидишь Мороженое Съел Молодец Бассейн Так что Всем пока Подписывайтесь На канал И Путешествия Субтитры Продолжение следует...